Нет, это вот сейчас начал. Так, ну у нас в схеме три прибора, значит, звуковой генератор, вольтметр и электролитическая ванна. Когда мы переключаем переключатель электролитической ванны на электроды, у нас вольтметр показывает напряжение между электродами. Мы устанавливаем с генератора выходное напряжение 5 вольт. У нас, смотрите, вся шкала, вот вольтметр, средняя шкала, вся шкала 10 вольт, 10 линей на наружной шкале, 1 вольт в делении по наружной шкале. Мы устанавливаем с генератора 5 вольт. Больше генератора не трогаем. Дальше переключаемся на зонт. Зонт у нас показан напряжением между данной точкой и нулевым электродом, то есть потенциал данной точки. На одном электроде у нас 5 вольт, на другом электроде у нас 0 вольт, постепенно напряжение между ними падает. Снимаем в зависимости φ от х. Потенциал от координаты х. Координата х берется у нас от минус 9 за этим электродом, через каждый сантиметр, до плюс 9 за этим электродом. Потенциал смотрим по вольтметру. Вот это первая таблица первого задания. Зависит потенциал от координаты х. Дальше вам надо найти две экопотенциальные линии, 2 вольта и 3 вольта. Ищите, где у вас банна 2 вольта, находите, записывайте координаты х, это точки. Так, 5 точек для 2 вольт, 5 точек для 3 вольт. Потом дома их построите, соедините, получат у вас экопотенциальные линии, то есть линия соединена к экопотенциалам. Второе задание. Теперь схема будете смотреть. Так, дальше, значит, выключаем схему, собираем схему для второго задания. У нас по бортикам, по стойкам, по электродам течет ток. Мы заменяем электроды на круглые. Так, дальше, значит, устанавливаем их с общим центром в начале координат. Диаметр большого электрода 8,5 см, диаметр маленького электрода 4 см, то есть радиус, радиус маленького электрода 4 см, радиус большого электрода, половину. Так, тут устанавливаем с общим центром. Дальше снимаем, значит, задание логично тому, что было в первом задании, только все по кругу. Значит, снимаем в зависимости φ от р потенциала, от радиуса. Из центра координат, вдоль осилик, сначала через один сантиметр, потом между электродами качаешься, через полусантиметра, потом снова через один сантиметр, снимаем в зависимости φ от р потенциала, от радиуса. Потом дальше здесь надо найти две эквенциальные линии, 2 вольта и 3 вольта. Они здесь повторяют форму электродов, то есть будут окружностями не меньше 8 точек, чтобы окружности построить. Надо на себя взять по одной точке, минута 7 по 40 переградосе по одной точке. Всего 8 точек, потом по ним можно будет построить их потенциальную линию. второе задание такое. То есть в втором задании три таблицы, значит, фиатер, их сырье для 2 вольт, их сырье для 3 вольт. Третье задание, мы снова ставим два прямых электрода, между ними, к чему не присоединяем, оставляем маленький круглый электрод. Это будет наш проводник. нашу круглую электрод убираем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы ищем три капитационные линии. Одна из них проходит слева, от электрода вторая. Справа от электрода вторая входит и выходит в проводник. Вот мы, допустим, 3,4 слева от проводника. 1,6 справа от проводника. То есть, примерно, вот такие цифры. 2,4 вольта. Входит и выходит в проводник. Она выходит. 2,4 вольта. И проходит. Линии здесь изгибаются, и они будут прямыми. Поэтому ищут по 10 точек каждую линию побольше точек. Надо на расстоянии 3 мм от проводника записать, как потенциал меняется. Для этого берут на сел, тоже по одной точке. Между 7, по 45 градусов по одной точке. Всего 8 точек. Чтобы, когда на откажет точке, не записывать, себе в отчете рисуют кружочек, это ваш проводник, рисуют точки, которых вы мерили, и пишут, сколько там вольт. Вот такая работа.